Ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу очень коротко, что если вы не айтишник, то вы можете реалансировать в Испании. В чем основная фишка? Фишка основная в том, что в любой стране мира люди живут, люди разного достатка, разной жизни. И, соответственно, Испания одна из тех стран, где тоже можно найти свой приют. Приют, конечно, не в плане того, что вы будете приютены в Испании, а в плане того, что вы здесь найдете такую же жизнь, как и в вашей замечательной стране. Поэтому я считаю, что самое главное, что для вас необходимо понять, можно ли вам переехать, это то, что вы должны ехать, потому что вам хочется, потому что у вас есть мечта, и вы готовы ее осуществить. А все остальное пойдет следом очень хорошо. Все рабочие профессии в Испании есть аналогичные тем, которым вы владеете чаще всего. Поэтому если вам кто-то говорит, что в Испании можно перехать только айтишникам, то это совершенно не так. Я могу вам гарантировать, что если вы не будете здесь сложа руки и на месте, на пятой точке в Испании, то у вас все получится. Посмотрев несколько сайтов испанских о том, какие профессии требуются вообще, я, конечно, тоже был удивлен, что везде написано, что айтишники, айтишники. Ну вот, мы женой айтишники, да, но мы не можем найти для себя здесь нормального контакта, хотя нам предлагали и работу, потому что многие айти-компании скрывают свои доходы. Соответственно, что хочется сказать. Мои многие знакомые, они работают именно в сфере уборок, строительства. Вот сегодня разговаривал со своим знакомым, они здесь живут два года, вот подрабатывает помощником электрика. Сейчас иду на встречу, который тоже работает электриком, вот. Мой знакомый здесь живет много-много лет, занимается тем, что квартиры ремонтирует. Другой мой знакомый, встречаемся с ним в понедельник, он занимается тем, что он управляет недвижимостью, то есть дает ее на короткий срок и управляет тем, чтобы люди приезжали и заезжали. Другие мои знакомые, две же, двух женщин знаю, в возрасте, да, уже там очень много лет, за 60 далеко, они работают, убирают квартиры для, опять же, для туристов. То есть, в принципе, найти работу какую-то вот такую, ультра простую, не требующую, никаких ни навыков, ничего есть где. Поэтому, когда говорят, что работы никакой нет и можно поехать только айтишником, это абсолютная неправда. Я могу сказать вам гарантированно, что работа есть и не только айтишником, и как бы без проблем. Если вы обладаете какими-то профессиональными навыками, я вот сейчас смотрел, очень требуется много учителей, профессоров, врачи. Ну вот, соответственно, да, путь получения в Испании степени, ученые там или преподавателя, он непрост. Я с вами могу согласиться, но вы будете получать достойную зарплату, в этом вся как бы соль. То есть, понятно, что работая на уборках, можно зарабатывать там тысячу, две, три, в принципе, вполне. Работая же уже по специальности, с какими-то курсами или закончив университет, конечно, можно работать, получать три, четыре, пять тысяч евро. Это все путь, не говорится о том, что через пару лет вы получите. Это путь иногда бывает, семь-десять лет, это долго, да, но подумайте, что вы имеете сейчас у себя на родине, да, и что будет с вами через семь-десять лет. Вот. И когда мы это сравнивали, я сразу понял, что в Валенсии, в Испании нам будет непросто, но лучше это пережить и идти дальше вперед. Вот так. Большинство людей вообще очень хочет каких-то гарантий. То есть, что это означает, что люди хотят точно переехать, зная, что у них будет квартира, что у них будет там съемная или своя, что у них будет автомобиль, что у них будет работа и так далее. Вы едете, если без финансового какого-то супер-мега-обеспечения, вы едете, ну, как бы на свой страх и риск, с одной стороны, но с другой стороны, если вы сразу ищите работу, когда приехали, сразу ищите квартиру, то я не вижу никакой проблемы, то что вы что-то там вдруг не найдете. То есть, не бойтесь, что вы останетесь там ни с чем, даже если так произойдет. Такое тоже случается, редко-редко. Вы можете обратиться в специальные службы и вам выдадут специальный пакет еды. И это не просто пакет какой-то еды, да, там на один день. Это пакет еды конкретно на несколько недель и на это можно реально жить. И это причем бесплатно для всех. То есть, не важно там из Украины вы или из России, там из Казахстана или еще откуда-то. То есть, вас никто не бросит. Ну, опять же, лишь в том случае, если у вас реально, ну, сложная жизненная ситуация. Так бывает, к сожалению. Но это, опять же, большая редкость. Если люди взрослые, адекватные, то все у них всегда получается. Дальше, ребят. То есть, все, что в вашей жизни есть, это вы сами. Есть у себя. Ваша семья максимум, близкие люди, да. И если эти люди не хотят переезжать в Испанию, ну, что часто я тоже слышу и так далее. Попытайтесь сказать, что сделать это для пробы. То есть, не ехать, как бы, там, чтобы все точно, чтобы все понятно. Просто я не понимаю, чего вы ждете, да. То есть, проходит там какое-то время, и все постоянно что-то ожидают, да. Какого-то лучшего случая. Я вам открою секрет, его не будет никогда. То есть, сделайте что-то для себя. Для того, чтобы быть счастливым, должны любить себя. Но, к сожалению, люди просто себя не любят. И просто живут, им не нравится, и они продолжают так жить. И не делают ничего. Вообще. Только вы сами можете знать, где вы хотите жить, как, и зачем вам так жить, как вот вы хотите, да. И не надо ни с кем порой советоваться. И особенно не надо советоваться с теми людьми, которые говорят, Да что ты в этой Испании забыл, да кто там тебя ждет. Я, как всегда, повторю вечную молитву. Нас нигде, ребята, не ждут. Никто вас не ждет и никогда ждать не будет. Делайте сами. И тогда у вас все получится. Поверьте, мир не без добрых людей. И вам, если даже у вас что-то получаться не будет, вам обязательно помогут. Но уже, для того, чтобы они вам помогли, вам нужно сделать первый шаг самим. Мы создаем некоммерческий полнометражный фильм жанра «Киберпанк». Наш фильм ориентирован на зрителей от 12 и старше. Для вдохновения мы берем лучшие из фильмов «Бегущий по лезвию», «Призрак в доспехах» и из шедевра Кэмерона «Терминатор 2». Наш фильм покажет разницу между реальным миром и миром цифровых технологий. Я использую новый подход в игре актеров для раскрытия персонажей. Проект «Мир автомата» берет ярких персонажей из японской игровой культуры и показывает выбор между живым и искусственным, реальным и созданным. Мы хотим донести до зрителя, что мир машин и технологий – лишь инструмент, а главное – это реальные, живые люди. Я режиссер, сценарист и продюсер данного фильма. Моя задача – собрать и организовать команду для качественного результата. Все участники проекта живут и работают в Валенсии, Испания. В свободное от работы и повседневных дел премия мы занимаемся созданием данного проекта. Наш проект создается для будущего поколения, для наших детей. Все участники проекта – из постсоветского пространства. В это сложное время наша съемочная команда и актеры из Украины, Белоруссии и РФ создают фильм «Вместе». Некому убедительная просьба – подпишитесь, пожалуйста, на наш канал по кино. Все ссылочки в описании. Ребята, спасибо огромное. Самое важное, чтобы вы что-то для этого делали. На самом деле, это вот самое сложное, потому что люди чаще всего просто сидят на месте. Вы знали язык. Это один из успешных составляющих вашего переезда и успешного жития в Испании. Так что, какие дела, ребят? На самом деле, я просто хотел записать вот это короткое видео для того, чтобы вы могли себе это представить. Могли, самое главное, понять, что все реально. Потому что я здесь встречаю людей обычных профессий. Они работают теми же самыми людьми, что и работали в России, на Украине, в Украине, в Казахстане и так далее. Не важно. Так что, ребят, всем на связи. Всем пока. Не забывайте подписаться. Не забывайте подписаться.